Следующий вопрос. Говорит, присутствует ли в понятии баман и кафаля, то есть в понятии поручительства, право на подумать. То есть если человек говорит, все, я несу за него ответственность, так, я ручаюсь за него, но я подумаю три дня. То есть договор все заключили, я поручился, на основании его поручительства заключили договор, но он еще может три дня подумать, а потом прийти и расторгнуть. Говорит, в вопросах поручительства нет права на расторжение, право на подумать, так же на расторжение, то есть человек не может прийти и говорить, все, я расторгаю свою сделку или свой договор поручительства, больше я не ручаюсь. Потому что, говорит, хияр, то есть право на подумать, право на расторжение, берется за счет того, кто что-то выигрывает. То есть кто это берет? Тот, который что-то может выиграть за счет договора. То есть я у тебя что-то покупаю, потом, допустим, компьютер, и беру три дня на подумать, могу его вернуть, допустим, так. Почему мне дают время, говорит, на подумать? Потому что я могу что-то выиграть, что-то приобрести за счет этой сделки. А здесь, говорит, изначально бомин и кофиль, то есть поручитель, ничего при этом договоре не выигрывает. То есть что-то он получает или нет за свое поручительство, имеется в виду из материальных выгод в этой дуне, ничего, говорит, не получает. То есть его поручительство не несет никаких денег ему за это. Поэтому, говорит, он не может что-то думать или иметь право на расторжение. Либо ты соглашаешься, либо не соглашаешься. А также, потому что, говорит, это акт, то есть такой договор, который не нуждается в принятии. То есть должника кто-то спрашивает, принимаешь ты поручителя или не принимаешь. В том смысле, что согласен ты на поручителя или не согласен. Да, мы говорили, его согласие принимается во внимание. Но в том смысле, что если он откажется от поручителя, скажет, нет, я отказываюсь от поручителя. Тогда что произойдет? Тогда сам договор долго не произойдет. Правильно или нет? Ему вообще в долг изначально не дадут. Поэтому здесь нет понятия, чего подумать или право на расторжение. Как обет. Говорит, Я говорю, не знаю ни от кого, кто бы противоречил им в этом. Значит, правильное мнение в вопросе, то, что право на расторжение сделки поручительства или договора поручительства не присутствует. Если человек на него согласился, то он должен его нести. Если он изначально не хочет на него соглашаться, то пусть на него не соглашается. Потому что его никто на это не заставляет. То есть поручительник тоже не заставляет к этому. Правильно или нет? Сам соглашается по своему выбору, потом не может говорить, я могу расторгнуть. Нет. Как ты можешь расторгнуть, если ты согласился по своему выбору? В том смысле, что ты ничего от этого не выигрываешь, так и тебя никто к этому не заставляет. Далее.